Как и все API, в общем-то, вы уже по XML заметили, если есть какой-то API, в котором нужно что-то делать, то всегда есть какие-то шаги, которые нужно допустить. В принципе, API ggbc, оно как раз назначено для коннекции универсального коннекция к любому типу базу. И, соответственно, в общем-то, механизм, в общем, достаточно простой, и мы с вами, практически то, что мы с вами делаем, это, так сказать, ну, потрогать все это своими руками. Потому что если, ну, как автомобиль, да, вот вы знаете все, где что там, где цилиндры, где топливо, если вы знаете, можно потрогать там, что открыть, вот это мы так будем делать. А вот, знаете, тот же самый, API, кибернет и прочие технологии, это считается, что вот у вас тот же самый автомобиль, тот же самый двигатель, но он под закрытым оплотом, открывать его нельзя. То есть и как он для вас работает, там, бензиновые двигатели, электрические, либо водородные, кстати, сделали тоже уже. А фиг его знает. Поняли, да? И поэтому, естественно, прежде чем изучать, потому что все, все равно хибернетик пользует все то же самое. Вот и там это уже сделали, закрыли, а вам предоставили какой-то вот интерфейс, и вот нафиг пользуется. Где-то запросит дописать в определенном диалекте. То есть на самом деле все достаточно просто сделано. То есть с программистом упростили жизнь. Главное, если бы мы использовали хибернет, то количество кода не в два раза меньше, ну почти в два раза меньше. А может и в два. Там главное сконфигурировать все правильно, чтоб все заработало. будет работать уже автоматически. Все сконфигурировать, иннотации простая, то есть никаких проблем. Так. Значит, ну, во-первых, для коннекции с базами данных, вот сейчас уже, начиная с Java 8, осталось только три типа бюро. Так. И мы с вами будем использовать драйвер, работающий через внешние нативные библиотеки клиентов. Вот эти библиотеки клиенты, клиенты с OBD пишут сами разработчики с OBD. Всегда предоставляют этот Java. Вот те вот эти, второй, третий варианты, это уже для более сложных систем, которые, ну, для второй это для более сложных систем, но есть сетевой драйвер, работающий напрямую. Такая штука не слишком прозрачная. Так. Значит, мы не устанавливаем никакого клиента с OBD. А вот там, где не устанавливается, теперь двигается второй, третий тип. Так. Значит, какая последовательность действия? Ну, во-первых, как всегда, подключение библиотеки с классом драйвером. Дальше. Устанавливаем соединение в базу данных. То есть, называется статический метод DiffConnection. Это перегрузный метод. Ну, нет, три версии. Перегрузка. Две мы с вами увидим, третью надо будет написать, конечно, мы пишем. И вот есть стандартный JavaScript driver manager. Так. Мы его подсайдировали. Ничего. Вот в таком вот образом. DriverManager, DiffConnection. Тут, by the data. Ну, так, как localhost MySQL просят форс 356, вы соглашаетесь. Один пароль. Никогда не оставляйте пароль пусты. Ну, это стандартный ритм. Ну, пользователи, групповые пользователи. Каждый СУБД, он имеет свое собственное имя. Например, там и сам Oracle System. RIT, PASS, PASS. Ну, путь, видите, может выглядеть чуть-чуть по-другому. Причем у Oracle тут две вариации показания пути. Далее. Нужно зарегистрировать драйвер. Точнее, после выхода версии 4.0 они заявляли, что драйвер регистрировать не нужно. Вот эту часть мне нужно будет перенести наверх сейчас все-таки. Было время, и некоторые VE работали без регистрации драйвера. В общем-то, сейчас не работает, но регистрировать драйвер нужно обязательно. Значит, есть два способа. Я рекомендую, соответственно, второй способ. По очень и очень простой причине. Кстати, какая причина? Почему вот этот способ предпочтительнее, чем по формированию? В чем преимущество использования стандартных возможностей джавок или дефлекшн? Так вот, если этот драйвер, если библиотека, сами понимаете, где находится этот слайд? Где этот слайд находится? Где? To MySQL. Где? Где находится драйвер? Джарка. Джарка. То есть, если Джарка не подключена, вот это что даст? Ошибки в компиляции. А вот это даст что? Если Джарка не подключена, где даст ошибки? Ошибка на выполнение. Ошибка на выполнение. Программист спит значительно спокойнее, если его ошибки выявляются на этапе компиляции. Это вам против увеличения рефлекшн. Так. Значит, вот эту штуку вообще делать нужно раньше, чем получается коннекшн. То есть, сначала регистрируйте драйвер. Да, кстати, в конце… А, ну да, тут я уже ставил. Где регистрацию? После окончания работы в базе данных. Так вот, коннекшн. Это, вот если б мы коннекшн на сегодня, например, база данных, а мы приложение. Вот коннекшн, по-простому говоря, это труба. Здесь есть связи. Трубу пробили. Ну и понятно, если мы пробили эту трубу, то, наверное, мы будем использовать ее много разом. Логично. Чем для одного запроса использовали, пробили, сделали трубу, выполнили один запрос, получили ответ и трубу поломали. Следующий запрос мы делаем. Делаем новую. Ну и некоторые ключи поступали. Невый новый Tool Connection делали, одного запроса, как он полностью 32 коннекшн закрывал. Используя этот аргент. Для каждого запроса создавали новое присоединение. Были ребята, водятся еще ребята на тренингах. Так что, учитесь, господа. Посмотришь, идешь, консоржишь, как же шпидентам. Пробор. Так вот, нам нужен транспорт. Теперь про этой трубе, как мы собираемся на граду из трубинга, это стейтмент. Существует три вида стейтментов. Есть верховный интерфейс стейтмент. У него есть две реализации еще. Репейт стейтменты и полубер стейтменты. В чем их разница, мы с вами поговорим чуть-чуть. И в таких случаях, какие следует использовать. Далее. Выполнение запроса. Это транспорт. На этом транспорте мы выполняем запрос. Например, обычный след. Как бы кефире, след. Не помню. Например, у меня табличка будет из трех столбцов. Я бы мог написать себе звездочку. Ну, Назаров, он что? Не рекомендовал. Правильно? Я вам тоже не рекомендую звездочку писать. Там в учебнике у меня возможно. Не возможно, у меня там есть звездочка. Ну, это есть экономика. Лучше, собственно, экономика. А, написать. Ну, и причина очень простая. Понимаете, да? Или нет? Если, да, я добавлю какую-нибудь столбец, а еще между ними где-то, так, то со звездочкой я уже буду при извлечении иметь ошибку сразу. При извлечении информации заряжался это. А в этом случае изменение структуры. То есть, если эти столбцы остаются в этой базе данных, не важно в каких позициях даже в общем случае, то запрос как работал, так и будет работать. Дальше мы разбираем ResultSet. ResultSet это, грубо говоря, кортеж данных. Ну, если у нас есть хешмет, там, пример, есть ключ, значение, то кортеж это набор равноправных значений, то есть набор столбцов. Ну, грубо говоря, ResultSet это таблица. И на них с ней работают, работают с этой таблицей, есть некоторый набор методов. Знаете, previous last. Ну, с другой стороны, методы там previous last, они не особо нужны. Потому что, в общем-то, раз вы делали запрос в базу данных, то вам, значит, нужна вся информация. А там какие-то возвращаться назад, куда-то переходить, как правило, не особо нужно. И теперь нам нужно извлекать информацию. Извлекайте информацию двумя наборами методов. getString с getString, getTip, и по позиции input. Причем позиции в ResultSetе начинаются с единички, а не с нуля. Но в этом случае, кстати, вот этот бы запрос select звездочка при изменении структуры, вот он бы уже сыграл, если бы я вставлял куда-нибудь посередине, он бы уже сыграл. Правильно? Уже позиции нарушились. Ну, для этих целей есть другой набор методов. GetString, например, вместо позиции мы просто указываем имя столбца. Он тоже в ResultSetе пересчитывается. Ну, и вот эта штука, опять же, более рекомендую. То есть у меня в примере по позиции, я рекомендую больше это, потому что, ну, читабельность повышается. Глазно? Читабельность то, что вам нужно в ResultSetе. Где-то один, где-то два, где-то три еще. А если вы указываете имя столбца, оно как-то… Ну, вы уже, собственно… Пима в Ридеру. Значит, при первом вызове Next показатель перемещается в таблицу выборки в позицию первой строки таблицы ответов. То есть, Next вы имеете в виду сначала. Потом уже забирать информацию. То есть, сразу Next указывает первую строку. Здесь ResultSet. И из ResultSetа вы выберете выборку. Потом переходим к следующей. Следующей. Понятно, что работает цикл. Потом мы закрываем соединение стейтмента ResultSet. Стейтмент кинус. Опять же, здесь работает слабутое чейнер в перспективе с клоузами. Если вы закрываете стейтмент, то он закроет ResultSet. Опять же, здесь же можно использовать и price ResultSet. Причем, если вы закрываете клоуз, то он закроет стейтмент и закрывает ResultSet. Но так как мы будем писать свой connection, у нас закрытие connection не будет закрываться, мы не тут делаем там оболочек, она будет возвращаться в этот пункт. Но после этого все равно цепочно закрывать стейтменты и ResultSet. И вы вот эту имплементацию autoclonable можете сделать сами. Я, честно говоря, не помню, вставлял я сейчас потом. То есть, вот здесь глава достаточно хорошо подработана. Некоторые примеры существенно изменены, некоторые добавлены. Понятно, что вы их не видели, получите. Так, теперь в конце. По завершении работы приложения. Нежелательно вообще, но необходимо. Следую. 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 Выберите зарегистрированные драйвера. На самом деле, когда вы там регистрируете один драйвер, он на самом деле подтягивает еще несколько хижений. И вот этот вот код. DriverManager.getDrivers. Старинный оператор. Хаблон элемент. Next элемент. Идерегистр. Драйвер. Драйвер. Вот это нужно выполнить. И куда это размещать, мы тоже с вами посмотрим. Но опять же, это должно быть объемка для соревнований. Второй выбором. Мы уже вернемся к этому буквально на следующем моменте. Так что поэтому должен. Может хуже слышен был. Но у меня голос достаточно такой хорошо слышный. Ну работа такая. Так. Ну по поводу баз данных MySQL вы в курсе. Но опять же, в процессе установки не забывайте. Вам, наверное, Назаров тоже говорил. Да? Пароль писать всегда. Он должен быть. С пустым паролем могут быть нюансы. На самом деле. Так. Пускай у нас есть таблица базы данных TestFont с одной таблицей PhoneBook. Числовое. Первичный ключ. ID PhoneBook. И несколько занесенных записей. Двух уже достаточно. Вот Артюкевич это. Учился на тренинге. Сейчас он, правда, в другой фирме. Это его реальный телефон. Можете позвонить, пообщаться. Да. То есть, народ, видите, он оставил свой след. Учился, наверное, года четыре назад. Так. Простейшие вещи. Значит, просто в предыдущем учебнике у меня этот gdbc стояла в теме, где веб. И там запрос, в общем-то, выполнялся из сервлета. Но на самом деле все-таки это часть gdbc, это часть стандартной java. И разумнее ее было поместить сюда. Ну, поэтому пример у меня с main. Значит. И здесь мы используем getConnection из другую версию. getConnection из используем properties. Уже любимого. Ну, значит, мы с вами не говорили, но поговорим в коллекциях. Просто весь файл properties, который у вас был, которого ресурсбандл мы по одному ключу дергали, все. Не очень-то, в общем-то, успешно. Ну, в конце концов, успешно, но вы, да, некоторые помучались. Так. Так вот, на самом деле можно одним действием поднять весь файл properties в объект properties. процесс. Поняли? Если это нужно. Мы к этому еще вернемся. Это тоже с первой джавы. Это классика. Но можно этот объект и просто создать. Тоже очень похоже на обычную коллекцию. Правильно? То есть создаем объект properties и туда userroot, password, pass. То, что имена должны быть такие. На самом деле, вот этих список набор данных, которые мы можем передавать, значительно больше. Просто, когда мы использовали тот get connection, который вы видели, мы передавали только путь в базе данных и логин с паролем. Правильно? На самом деле, дополнительные параметры, например, тот же самый use any code. У вас будет часть данных будет, например, на русском языке. То есть, если у кого библиотека, то есть не нужно опять же русифицировать базу данных, то есть полностью. фамилия на русском, а тут же фамилия на латинице. Такого делать не надо. Просто часть информации у вас будет на кириллице, например, библиотека. Название книги может быть на русском, на английском. И они будут прямо в перемешку. То же самое фильмы. Не нужно все переводить, заранее говорю. В базе данных это не имеет значения. То есть вся информация, у вас будут локализованы все сообщения вашей форме, кнопки, весь интерфейс, да. Плюс сообщения служебные, например. Даже об ошибках не нужно. Но вот вся информация, которая тянется из базы данных, вот в каком виде вы ее оттуда вытянули, такая должна оказаться на экране. Поэтому один из примеров, которые вот сейчас будете делать, в принципе, с вебом, наверное, один из первых. Вот там, где с xml, ну и с базой данных. Первый пример. Вот у вас есть таблица в базе данных. Рекомендую такую вещь из веба сделать. Формочка. Ввести русское слово, чтобы оно сохранилось в базе данных. Потом запросом, ну под этим же действием, запросом ее оттуда вытащить и отобразить, например, там в верхнем регистре. Чтобы вот весь путь от браузера до базы данных и обратно, чтобы вы нигде не потеряли кодировку. Цель такая. Вспомните пропертисты, да? Вспомните. У вас пропертисты тоже будут, ну тут, там все проще. В принципе, то же самое. Если вы здесь с этим справились, с теми тоже справитесь уже. Но это чуть попозже. Ну, use unicode true, то есть, ну понятно, для кодировок. На самом деле их больше может быть. Дальше что делаем? DriverManager. RegisterDriver. Ну, здесь уже стоит в нужном месте. Получаем из DriverManager connection. Я не делал здесь трасс ресурсами. А нет, statement сделал. Statement. Create statement. Выполню execute query. Тот же самый. Так. Список абонентов. Ну, это абоненты системы. Класс абонент, догадываетесь какой. Он ниже приведен. Ну и, в общем-то, обычный класс с тремя полями. И, опять же, получив вот строку resultset, это while.rs.next. Понятно, мы же не знаем, сколько строк нам пришло. Хотя, на самом деле, если вы ищете конкретного абонента, вам не нужен while. Правильно? Вам придет один абонент. Имейте просто в виду в запросах своих, когда делаете. Когда вы знаете, когда вам придет одна строка в resultset, то никаких делать циклов не нужно тут. Ну, лишний код, он лишний. Зачем вам лишний цикл, который один раз отработает? Ну, я здесь вот это умышленно, видите, можно тянуть из любой позиции. Первая, третья, вторая. В любой последовательности из результ, из строки. Ну, и, соответственно, сразу добавил список. Ну, если, в конце концов, после разбора список пустой, то я и написал. Не пустой вывел, иначе написал, что список пуст. Абонент, not found, например. Ну, и дальше идут закрытия. Покороче, catch, finally. Ну, и опять же, connection. Я закрыл connection здесь, а statement у меня закрылся сам. Опять же, когда вы будете делать классы сущности свои в системе, в веб-системе, я рекомендую вам создать какой-нибудь абстрактный класс entity, и даже может быть не такой, как у меня здесь с ID, он вообще пустой, от которого будут наследоваться все ваши сущности и все ваши иерархии. Сущности именно. Зачем это нужно? Вы потом спокойно можете проверить, это класс вашей системы или класс джавовский какой-то объект. Просто обычным instance of на entity. Поняли? Почему вот это? У вас просто у некоторых классов может не быть ID, поэтому здесь вот он фигурирует. Ну, здесь фигурирует, у вас может не быть. И вот это имплементация с реализацией клона был. И, соответственно, сюда же добавить реализацию equals и hash кода. Класса в сущности. Хоть вы его даже не используете, эти методы, то лишними они никто не скажет. Вам даже сделают замечание, если вы их не поставите, не сгенерите. Тем более, что это опять же повод для разговора, что это значит, а что то значит. А мы с вами еще equals не писали, точнее вы не писали. Да? Ну, вот мы... Нету времени контроль не проводить. Проведем. Так. Ну, вот этот я класс не убирал. Оно, в общем-то, у вас может иметь вспомогательный характер как часть, чтобы connect вынести. Но здесь тоже опять же использовать стрёмно в таком виде. Вы можете хранить опять же все в виде properties. Видите? В файле properties, включая это. И потом их просто тащить обычным ресурс-бандлом. Но опять же, у нас здесь ошибка статической инициализации. Может быть. Вот если статический полярси сделал. getString, getString, missing ресурс exception в любом из этих случаев вылетит и у вас вылетит exception initializer error. Помним, да? То есть, вот так вот в проекте делать нельзя. Поняли? Нельзя. Чтоб не вылетал exception initializer error. Особенно для некоторых вещей, например, вы можете тот же самый, значение по умолчанию, например, для вот этого, вот этого, для размера пула. Логин, пароль вряд ли. Драйвер может быть по умолчанию у вас. Логин, пароль, путь к базе данных. Вот это будут у вас все-таки те вещи, которые вы не можете подставить по умолчанию. Тогда действительно нужно выбрасывать runtime exception с инициализацией. Либо exception initializer error, он все равно долетит до сервлета. Ну, там про exception, как они там двигаются, мы с вами поговорим, генерится. То есть, часть можно по умолчанию. Ну, если, например, биты неправильные, нету такого поля, вы можете перехватить, обработать. Поняли, да? А часть нельзя. Поэтому в чистом виде вот эта запись, она не катит. Ну, вот здесь create connection, driver manager, get connection. Видите, он здесь вот так сделал. Так, метаданные. Особо вы это не используете, но просто имейте в виду, что такие классы есть. И дополнительную информацию о result set и самой базе данных вы можете узнать. Значит, понятно, result set, метаданные. Ну, интроспекция самого result set. Вы получаете из самого result set. И что мы можем узнать о result set? Количество столбцов в result set. Видите, имя указанного столбца по позиции, тип столбца и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Нельзя узнать только количество строк в result set. А информацию о столбцах, да. На самом деле это, опять же, вы же когда делаете запрос, вы же знаете, что придет в result set, в каком столбце какая будет информация и какого типа. Но бывают вещи такие необходимые. В смысле, пустой запрос. Ну, если не надо. Например, вы спрашиваете логин, пароль пользователя, да. Ну, пользователь по логину, паролю. Проверить логин, пароль. Вы выбираете select. Вернуть такого-то пользователя с его паролем. А такого логин неправильный. Введем, значит, логина нет. Вы получите пустой result set. Кстати, да, вот вопрос хороший. Вот что с этим делать? Пришел такой пустой result set. Это нормальное течение программы. Если логин, пароль неправильный, нормально. Ну, вариация сценария, но нормально. Это не повод выбрасывать exception. Ну, просто да. Ну, пустой result set, ничего нет. Значит, все, логин неверный. Вы даете все равно. Логин or password всегда слышите? Неважно, что логин неправильный или правильный логин, а пароль неправильный. Все равно сообщение должно быть incorrect. Логин or password. Понимаете, почему? Ага, некорректный пароль. Да, логин, значит, подобрали. Теперь давай пароль подбирать. Понятно, да? Это стандартное сообщение должно быть. Но для вас, да, ну нету, нету. Все понятно. Логин неверный. Вы уже делаете. Это течение. Не exception. Exception, когда SQL прилетит. Вот это exception. Когда SQL exception прилетит, пардон. Это повод, да, для exception. А это просто да. Ну, не нашли, не нашли. Вы должны четко об этом сообщить. Нету. Интроспекция самой базы данных. Ну, тоже довольно простая. Из connection извлекается. Название, версия, имя драйвера, юзера, url. Типы таблицы, прочее, прочее, прочее. Мы еще, в общем-то, к этим вернемся. Немножко позже. Так, теперь по поводу стейтментов. И prepare statement, и callable statement. Так вот, при использовании обычного стейтмента возможен SQL injection attack. Значит, имеете в виду такую штуку. И я, естественно, примеров тут не привожу. И вы при желании можете это поискать. Как в SQL запрос всунуть вот такую вещь. Значит, ну, на словах все-таки поясню коротко. Значит, вот смотрите. Вы выполняете запрос на поиск чего-нибудь. Например, в библиотеке поиск книги. По части названия. Понятно? Это строковые данные, да? Так вот, вот в этой строковую данную строку. Понятно, она будет вставлена запрос. Ну, если обычный вот такой запрос, который мы делаем. Вы видели запрос в виде строки. Если запрос select, тут у меня выбор на все. Если по параметрам выбирать, правильно? Поиск. Поиск начинается. То я в итоге запрос буду что-то как делать? Плюсами клеить. Правильно? Соответственно, где-то вот пойдет часть названия книги. Вот в эту часть можно сделать вложенный запрос. То есть фактически форму ввода. Ввести SQL-запрос. Определенную. Часть SQL-запроса. Который будет уже сделать с базой данных вещи нехорошие. Drop database. С такой командой, например. Ну, утрирую, но тем не менее. И она сработает. Потому что это будет часть запроса. То есть сработает вложенный запрос и пойдет какая-то фигня. Идея поняли, да? Вот это называется SQL injection attack. Как это делается? Вид запроса. Google в помощь. Так вот, prepare statement. Здесь штука другая. SQL injection невозможен. Ну и тем более приколable statement. Мы коснемся и тех, и тех. Это по поводу стейтментов. Опять же, вопросы по базам данных будут. И по поводу отличия стейтментов духа от друга. SQL injection attack. Обязательно вот. Сколько вас тут? Пятнадцать, в принципе. Четырнадцать из пятнадцать. Обязательно получат эти вопросы из этой оперы. И опять же, если вы мне верите, что мне вас запухивает. Вы сейчас дадите все задания. Криски я вас готовлю к защите. Невозможно. Как это невозможно? Prepare statement. Prepare statement. Мы формируем запрос вот в таком вот виде. Insert into phonebook id last name font. Ну да, кстати, тот же самый insert вместо last name это строка. Правильно? Она тоже может быть интерпретирована как. Сюда всунуть можно как раз вот этот SQL injection. Хотя при определенных ловкости вместо числовых значений тоже. Int, phonebook и what values. Вместо вот этих values вот тут ставятся вопросики. И выполняется вот это дело. Connection. Prepare statement to SQL. То есть вот этот запрос летит в базу данных. Вот здесь вот этим делом. Компилируется там. И фактически находится в состоянии ожидания параметров. То есть теперь любые данные, переданные вместо этого вопросика, будут трактоваться как сугубо инфа, которая будет искаться или добавляться в это поле. Уже как вложенный запрос она уже трактоваться не сможет, потому что не может вообще. Запрос уже готов. Поняли? Вот именно в таком виде, который он есть, вот он там уже есть. И вот он сработает. А это только данные для него. И этот вложенный запрос вот вместо last name, например, он просто сохранится вместо фамилии. Идею поняли? Теперь, собственно говоря, как туда нормальные данные добавить? Ну, опять же, вы уже видите, понятно. Set string. Позиция. Значение. Set int. Позиция. Значение. Позиция вопросика. Тоже 1, 2, 3. Поняли, да? Указывается. Индекс. Стринг у нас какой? Last name 2. 2. Ну и фамилия сюда. И точно так же все остальные. Кроме всего прочего используются методы execute update, execute query. Но это, как правило, на добавление update изменения. Ну вот, в частности, не получается такой вот пример, который все же практическое применение может быть у вас. Потому что мне приходится одноразовыми connection тут манипулировать. Никуда я тут делать деться не могу. И вот prepare statement тоже получается такой вот как поле. У вас такого не будет. Connection еще может быть полем, но prepare statement точно нет. С другой стороны, вот ваши запросы, которые будут фигурировать у вас в проекте, в ваших DAO классах, будут выглядеть именно вот так. Слышите? Это private final static string с таким именем. И вот он запрос. И вот сколько у вас будет только определенной таблицы запросов, столько они будут у вас вот тут их идти, вот эти константы. Причем они, как правило, приватные, потому что они никому не нужны. Да и не надо их никому показывать, кроме этого класса. Идея понятна. Ну что здесь делается? Типа connection created, create connection получил. Создал prepare statement на основании этого. И insert абонент, передаю абонента. Вот, готовлю setInt, setString, setInt. И execute update на prepare statement. Собственно говоря, вот этот метод и выполняет уже непосредственно вот этот апдейт, выполняет сам запрос. Мы prepare statement добавили эти значения и все. Идея поняли. Ну, close statement я вынес в отдельный метод. Так. А тут что я сделал? Зачем? А, ну это я запустил, запускаю этот пример, создал вот эти товарищи. Егорова Екатерина. Это, кстати, та девушка, которая приходила к вам. А Кисель Илья, это один из ваших экзаменаторов в прошлый раз. Ну, насчет телефонов я не уверен, я не помню. Можете проверить. Нет, там вместо вот, кстати, той девушки Capture, могу вас кого-нибудь вписать. Хотите оставить след в истории? То, пожалуйста. Да? А? Вам зачем? Да, аллея звезд, лучшие ученики, чтоб я вспоминал вас. Так. Ну, вот Database Helper я сделал, этот абонент список. И вот insert я выполнил в цикле это дело. Ну, пускай так, например. Значит, callable statement теперь. Опять же, некоторые про него забывают. И забываете его по очень простой причине, потому что мы его не используем. Хотя некоторые товарищи, у которых продвинутый SQL был, они его использовали. Значит, callable statement штука очень простая. Это использование хранимых процедур. Хранимая процедура – это набор SQL-запросов, объединенные общим именем, хранящийся непосредственно в самой SUBD. Естественно, никакие нафиг тут SQL injection атака в принципе невозможны. Потому что все это хранится в SUBD. Работает это быстрее, чем любые prepaid statement и statement. Но единственный тут недостаток у них – это то, что вот мы выделяли. SQL мы держим в своей веб-системе в Java. Правильно? Вот prepaid statement. А вот это все получается. Нам нужны отдельные скрипты, которые будут их разворачивать эти все запросы непосредственно в саму базу данных. И мы их будем пользоваться оттуда. В проектах пользуются и то, и то. Что нужно, то используется. Просто знайте, что они есть. Ну, пример. Мы тут вот как-то, знаете, они меняются, их способы написания. И мы вот сейчас не так давно, в общем-то, было время с обычными студентами мы это сделали. Например, хранимая процедура find last name. Опять же, в нее я только один запрос вставляю. Какая разница? Правильно? Мне достаточно один. Все равно хранимая процедура, главное оформление были. И вот под mysql это все в subd. Давайте все-таки subd mysql сделалось под нее, потому что синтаксис может отличаться в разных базах данных. В subd mysql существует хранимая процедура с таким именем. Так, то есть по номеру телефона фонбук будет возвращать соответствующее имя. Значит, вот пишется вот это вот createDefiner, процедура вот find last name. Ну, вы уже, да, наверно намучились с разными видами кавычек, да? Не все подходят одинарные кавычки, а их много реально во всех кодировках. Значит, входящие, значит, здесь нету возвращаемых параметров. Есть входящие параметры, in есть выходящие. И указываем тип. Ну, begin, end, ну вот тот же самый, ну и обычный select. Select last name, enter, last name from font-book, где font равняется perform. Тогда для получения имени через вызов данной процедуры необходимо исполнить java-код вида. Пишем вот такой вот SQL, фигурные скобочки call, вот это имя. Ну и два вопросика. Делаем callable statement, prepare call. И передаем входной параметр. Вместо первого вопросика идет номер телефона. И регистрируем возвращаемое значение. CS регистр, а вот параметр 2 и указываем его тип. execute. Все. Из callable statement извлекаем из второй позиции значение. Ну вот так. Опять же, кто умеет, кто знает, кто владеет хорошо баз данных, управляет этими хранимыми процедурами, если такого и есть, вполне можете использовать их в своем проекте. Есть такие маги SQL? Есть? Не вопрос. Это возможно. Потому что, опять же, по SQL обычно в группах у людей ну очень разная подготовка. 12 часов то, что вы получили, это все же немного. Скажем так. SQL это серьезный курс. Так. Ну механизм бас команд я не буду сейчас рассказывать. Нет особого смысла. Транзакции. Значит, вот как правило, опять же, вам не проговаривалась эта вещь. А вопросы такие задают. Опять же, я читаю отчеты. Мы часть отчетов с вами о сдаче проектов моих студентов. Вот этих же даже, которые к вам приходили. Их же можем с вами и посмотреть. Их же с вами можем потом и посмотреть. Какие вопросы задавались, плюс-минус и в чем. И, соответственно, я тоже обращаю внимание, когда отчет подробный, я довожу до вашего сведения, где у вас, в общем-то, провалы. Возникают иногда на совершенно на ровном месте. В частности, вы не можете сказать четыре принципа отцит транзакции. Что такое транзакция? Вообще, слово, конечно, заезженное. И понимают под ним, в общем-то, иногда далеко не то, что является транзакцией. И тут был у меня тренинг как раз для людей, которые спецы в SQL. Ну, ты внутренний тренинг. То есть, которые уже для людей уровня, там, senior, lead. Но вот с SQL. Background. BI. И, в общем-то, понимаете, что мой скилл до их SQL-ского скилла не дотягивает, потому что они постоянно с ним работают. Ну, я некоторые вещи очень четко уточнил у них. И в связи с этим, например, там, кое-какие примеры у меня просто исчез. Один пример исчез из учебника. Потому что, ну, он показывал эту модель слишком упрощенно. Ладно, давайте поговорим сначала о транзакции обычной. Деловая операция. Значит, это что значит? Давайте принципы оцид, чтобы запомнили, что это такое. Это все просто. Атомарность. Две или более операции выполняются все или не выполняется ни одна. Успешно завершенные транзакции фиксируются. В случае неудачного завершения происходит откат всей транзакции. То есть, есть у вас десяток запросов. Транзакции выполнилось, например, пять, шесть, семь. На восьмом произошел сбой. А эти семь уже какие-то изменения где-то произвели. Но они ж не коммитнуты. Вот мы должны перейти в состояние до транзакции. Дальше. Ну, вот согласованность тут вот неудавшейся транзакции. Если транзакция завершается, вот согласованность относится, то оно еще и проверяется, чекается, что все действительно стало на свои места и тогда только коммитается. Вот это и есть согласованность. То есть, не просто так. То есть, когда завершаются все запросы, но они еще чекаются. Изолированность. Ну, это ясный пень. Соответственно, при выполнении транзакции все объекты сущности участной должны быть синхронизированы, то есть заблокированы. Ну, и в этой ситуации, да, процесс выполнения запросов, сама база данных, в общем-то, отчасти это дело регулирует. Но если нужно какие-то дополнительные со стороны Java какие-то объекты, то их блокировать придется уже самостоятельно. Значит, по поводу синхронизации базы данных, в общем случае база данных сама поставит запросы в очередь. Например, вам нужно добавить два инсерта двух юзеров, и типа запросы пришли одновременно. Ну, например, у вас три юзера есть, значит, в четвертую позицию одновременно. Не будет база данных, вот как мы с вами смотрели, файл пишет, когда, да, не будет база данных писать их в одну строку никак. Она своими средствами поставит их в очередь. Сначала запишется один в четвертую строку, потом второй в пятую. Никак иначе. Вот здесь она никак не наколется. Но если какие-то внешние объекты вам нужно блокировать до окончания транзакции, это уже ручками своими. Ну и долговечность даже не обсуждается, правильно? Очевидно, даже говорить не о чем. Так что запомните, принципы оцид, все просто. Не говорил этот самый вам? Не говорил. Ну вот я говорю. Я сказал. И они спросят. Ну и, а уже спрашивают. А вы хоть отвечали? Отказывались? Ну ладно. Так. Опять же. Коммит. Знается. В SQL есть оператор. Коммит и роллбэк. Значит, по умолчанию все наши запросы. Вот по умолчанию мы делаем insert. При помощи prepaid statement, да. Или delete. Они все коммитуют с автоматом сразу же. Все наши запросы. Но если нам нужна транзакция, то что мы делаем? Нам этот автокоммит, автоматический коммит нужно отключить. То есть мы вызываем метод setAutoCommit из параметра false. Естественно, когда мы закончим это дело, то мы должны коммитить ручками. Коммит. У вас тоже кое-где будут транзакции. Опять же операция коммит должна где находиться, в какой части кода, в каком блоке. У вас всегда работа с базой данных. Это try catch. SQL exception будет. Где должен находиться коммит? А? Нет. Я в блок кода. У нас есть try, catch, finally. Где должен находиться? В какой части? Последний оператор try. В try. В catchе должен находиться что? Rollback в catchе. Finally вы должны закрыть statement. Ну и connection вернуть в пул соединений. Вот только так. Значит, по поводу транзакции, значит, механизм транзакции с одной по таблице достаточно прост. А вот механизм транзакции, когда у вас несколько баз данных, в одной таблице с одной базой данных, вот у меня пример там есть, я его убрал, он все-таки не совершенен. Ну и по совету, так сказать, специалистов, я предпочел его убрать. Потому что, например, вот разработки Oracle для Oracle, вот у них есть такие механизмы, и они мне показали эти SQL запросы, которые действительно гарантируют выполнение транзакций, когда часть запросов в одну базу данных, часть в другую. И такие, в общем-то, с карточками выполняют. Это сугубо такая внутренняя разработка, которой гордится Oracle. И это уже, как сказали мне, и Тимофей тут Савич был, который раньше там большие тренинги у нас в поиске читал, для ERD у нас по-другому все было немножко раньше. Он сказал, что это знание, в общем, advanced и выше. То есть вам до этого знания еще далеко, и нужно ли оно вам вообще, как разработчикам. Есть люди, специально обученные, работают с базами данных. И когда серьезные вещи происходят с базой данных, зовусь тут этих специалистов, а не вас с вашими 12 часами. SQL, ну, опять же, есть опыт, у кого это прекрасно. То есть есть специально обученные люди, которые это делают. Так, ну и вот здесь в итоге появился вместо того примера, появился простенький примерчик, схематичный довольно. Connection, получил connection, autocommit false. А, ну еще действие забыл, нужно же включить autocommit в true, перед возвращением connection в pull. Потому что если у вас с false он туда и войдет, а другой заберет его, этот connection, а там действие, которое не без транзакции. И что? А оно не коммитнится тогда. То есть у вас вроде все работает, вы запросы будете выполнять на добавление изменения, а в базе данных они не отражаются. Ну, база данных хранит же их своими средствами, не коммитнутые. И вы будете чесать репу и думать, а что это было? Что это такое? Биться днями над этим, понимаете? А потом окажется, что вот такая вот… И я эту ошибку у вас еще не найду. Слушаю. Смотрите, вот мы отключили. Выполнили statement, последовательно давайте. Выполнили транзакция. Так, commit. Rollback в catch, если что. Finally закрыли statement. Если connection не null, опять же в том же самом finally, set of the commit true. Ну и try catch на release connection. Тут он свой connection. Я вот не помню по поводу set of the commit true. Ну, нужен ли ему… Ну, ему не нужен, по-моему, try catch. Ну и connection pull. Здесь я возвращаю типа connection, connection pull. Ну, типа connection pull get connection. Здесь release connection, connection. На самом деле, господа студенты вот эту штуку маскируют. И они вставляют ее внутрь этого метода. Они проверяют, если… Какое состояние вот этого флага commit. И там его тогда, если он стоит на false, они его делают в true. То есть они вообще все connection проверяют тогда. Тоже можно так сделать. Ну, я просто сделал это явно. Ну, вы на самом деле… Ну, чтоб не писать постоянно вот это при транзакциях, уносить его туда. То есть есть вариации на эту тему. Просто вы должны понимать, что вы делаете. Слышите? Вы должны это все понимать. Да, это будет ваш самописный connection pull, которого здесь пока еще не фигурирует. Ну, надо написать, да. Мне здесь написать, что connection pull – это пул соединений. Ну, это я допишу потом. Дальше. По поводу транзакций. Раз вам не говорили, вы не знаете про виды чтения. Хотя бы на слух. Виды чтения. То есть… Ну, пока однозначно у нас как было. То есть мы сделали, например… Вот у нас было три записи, три юзера. Мы добавили четвертого, но не сделали commit. То есть если вы будете сделать выборки после этого, то у вас все равно будет три записи в базе данных. А четвертое хранится средствами самой subd где-то. Ожидает commit или rollback. И существует… То есть, получается, эти данные недоступны в общем случае. На самом деле, есть способы эти данные прочитать. Все зависит от уровня вот этого поддержки этих чтений. Значит, возможно, грязное чтение. То есть, происходит транзакция разрешено. Видите, несохраненные изменения. Неповторяющееся чтение. Фантомное чтение. Хотя бы вот это назовите. Детали у вас спрашивать не будет этого дела. Грязное, неповторяющееся, фантомное. Тоже не было у вас у Назарова этого, да? Но я знаю, что он это не считает. Надо его все-таки как-то вот увеличить количество часов и сказать, чтобы он это дело вам рассказал. И вот они. Уровни изоляции транзакции определяются в виде константа интерфейса connection. Так. И у того же самого интерфейса database metadata значит, уровни изоляции транзакций на самом деле у разных баз, разные базы данных поддерживают разные уровни. то есть некоторые они могут не поддерживать. И это нужно как раз вот уточнять ву с помощью того же самого вышеупомянутого database metadata. Support transaction isolation layer. Мы просто проверяете. Можно получить текущий, установить необходимый уровень, если он поддерживается. Так. Точки сохранения. Тоже раньше в предыдущем учебнике был пример, но я его убрал. Значит, ну здесь ситуация тоже простая. Значит, у вас есть транзакции, это несколько скачет запросов. Значит, вы знаете, что вот, например, грубо говоря, пакет с одной таблицы отрабатывает там за 6 запросов, со второй, например, 4 запроса. Вот 6 отработало, все нормально. А где-то там произошел сбой. Там есть такой этот самый флажок вот в установке connection, который позволяет несколько раз повторить потом, если произошел сбой. В этом случае транзакцию повторить, попытаться ее еще сделать. Ну, сбой connection. Так вот, в этом случае 6-то мы уже сделали, а произошел в последних четырех сбой. Только откат нужно, чтобы повторить, не в самое начало производить откат, а вот к этой точке сохранения. И пробовать оттуда, да, делать. Вот это сейфпойнт. Если он один, можно быть неименованный, если несколько, они именованные. И rollback, rollback тогда есть на сейфпойнт. Теперь, собственно говоря, переходим к шаблону DAO. Какие мы версии используем, какие сейчас. Ну, тут нас, конечно, немножко вот эти принимающие последнее время немножко подсузили наша область применения некоторых версий. Здесь три варианта шаблона DAO. Ну, я поясню почему и как. Так, значит, шаблон DAO DataAccessObject способ взаимодействия объекта с самой взаимодействия данных объекта. Значит, те же самые вышеупомянутые хибернейты довели эту ситуацию до ну, до идеальной. Так. Здесь нам придется все писать самостоятельно. То есть, программисту, Java-программисту не уперлось писать эти запросы. Ему хочется вызвать метод, передать в метод какие-то параметры, получить результат. В виде коллекции, например, списка объектов, списка книг. Передать параметр строку часть названия книги и получить список книг. Правильно? Список объектов book. С указанными, название которых содержит слово Java, например. То, что вы передали. Правильно? Ну, самый лучший вариант. Ему не хочется вводиться со SQL. Вот как раз в хибернете это все сделано. Часть запросов они уже просто готовы. Часть вы пишете, все равно часть приходится писать, которые ручками пишутся. Но часть запросов они генерируют сами. На основе определенных аннотаций. Часть запросов простых генерируется автоматом. Часть пишется. Здесь вы все запросы будете писать сами. Но фактически вы здесь делаем свой какой-то маленький хибернейт. Такой скромный очень. Но тем не менее. Так. С другой стороны, шаблон DAO еще в общем случае, если вы посмотрите, если вы там сделаете что-нибудь типа DAO Factory, то на самом деле у вас существует возможность подготовить такой интерфейс. Вы сделаете, например, только всю работу DAO вашу с одной базой данных. Но вы можете подготовить интерфейс таким образом, что базу данных потенциально можно будет заменить на другую. Вот на это тоже обращайте внимание. И у вас тогда будет в общем-то там всегда фигурировать название ваших там MySQL, User DAO, MySQL, BookDAO. Ну вот, например, Oracle DAO, этого не будет, но потенциально там где factory, который главную factory создаст, там будет фигурировать MySQL, Oracle, ну типа под Oracle будет заглушка, ну типа. Типа предусмотрено расширение. И такой пример вы можете найти в общем-то где-то и на сайте MySQL, где-то есть под этой вещью. То есть можете эту штучку взять и это встраивать, ничего страшного в этом нет. Ну вот теперь по поводу simple DAO, смотрите, мы можем нарисовать здесь самый общий подход сначала строение иерархии. Значит, если у вас система большая и вот эти вот стандартные запросы find all, find entity by id, delete, delete, create, это фактически очень похоже на кибернейтовские запросы. И когда система большая, то фактически ко всем типам, да, со всем типом таблиц всегда будет фигурировать, например, find entity by id. Всегда возможно будет удалить что-то по id. Причем id это может быть поле либо специальный класс, либо, например, тот же самый integer. Delete самого entity, create entity, update entity. Ну при апдейте, знаете, добавляется это измененный объект, а здесь тот, который изменили, он возвращается. У вас же в системе будет таких методов, все-таки у вас функционал ограниченный. И чтобы у вас для всех таблиц был полный набор методов, это вряд ли. То есть вероятность достаточно низкая. Здесь в этом случае есть смысл, например, если вы сохраняете интерфейс, сделать от него абстрактный класс типа адаптер, который делает заглушки на эти методы все. но на самом деле это не очень хорошо. Лучший вариант это все-таки сократить их количество. Но что иначе всюду приходит придется вставлять там какой-нибудь sans support от operation exception. То есть вот такие вот заглушки, это не очень красиво. С другой стороны, иерархии DAO у вас может вообще не быть. Каждая DAO может быть самостоятельным. Такое тоже возможно. Значит, вот здесь параметризация тоже поняли. Вот для чего, кстати, вот эта entity тоже используется, обратили внимание, вышеобъявленная. Так, чтобы понятно, что это какая-то entity нашей системы. Здесь. Text entity. А это значит, что она хранится в базе данных. Опять же, эти набор методов может варьироваться в зависимости от логики приложения. Так, сюда же в этот интерфейс можно спокойно вставить дефолтные методы по закрытию стейтмента. Так вот, вот такое закрытие стейтмента, так как prepared statement и callable statement являются чем? По отношению к стейтменту. Я уже говорил сегодня. А? Они оба наследуются от него. Это значит, что вы не нужно вот писать. Дефолт void close statement и рядом default void close prepare statement. Это уже ошибка. Потому что вот этот примет и prepare statement, и callable statement и закроет его. Поняли? То есть, если я вижу два таких close рядом, я сразу говорю, что не прав, чувак. Ну, вот здесь connection. Видите, здесь просто закрытие или возвращение в пул соединения. Я тут не даю вам таких уже этих самых. DAO. Вот вариация первая DAO. Уровень метода. Достаточно часто используемая. Это значит, что каждое действие, каждый, любой отдельный запрос, даже внутри транзакции, будет проводиться на своем connection. То есть, если у вас, например, в транзакции 10 запросов, вам понадобится 10 connection. Это нюанс. Но, с другой стороны, никто не запрещает вот этой штукой пользоваться. То есть, вы спокойно можете ею пользоваться. И это самая простая вариация. То есть, например, абонент DAO. Applements. Abstract DAO. IDшник у меня integer. Entity. Абонент. Так. Параметризацию вставил. Static. Final. Select ID. PhoneBook. From. PhoneBook. LastName. Второй. Select ID. PhoneBook. Где LastName равняется какому-то. По запросу. Ну, вот смотрите, что здесь происходит. У вас, когда вы выбираете вот эту одну стратегию, у вас все методы DAO, внутренняя структура становится идентичной буквально. Только обработка result set будет разная. В некоторых же ситуациях и result set нет. Когда вы инсерты делаете там, делиты. Connection. Statement. Получили connection. Открыли statement. Получили result set. Разобрали его. У меня там что был? Find all. Разобрали. Так. У вас, кстати, слой DAO будет DAO exception, так и называется. Finally. Close statement. Возвращение connection в pool. Ни в коем случае не наоборот. Statement открывать всегда раньше. Так. Следующий метод. Вот еще здесь. Нереализованный. Тоже самое. Абонент. Connection. Find абонент. LastName. Statement. Prepare statement. Results set execute query. Results set next. Никакого while. Я же ищу абонента по ID. Либо я его нахожу, либо его нет вообще. Правильно? Извлекаю. Вообще тут проверить надо было. Здесь вообще проверка на пустоту. Вообще надо добавить. Если его нет. Ой. Ну я вставлю просто вот так. Такое. Это ёлки. Капслог что ли он зажат. Не пустой ли. Что я буду писать. Правильно? Сами напишите. Не пустой ли результ сайт вот в этом месте. Так. Ну и соответственно извлекаю этого самого. После этого тот же самый набор действий. Видите? Всюду абсолютно одинаково. И так будет всюду. Но недостаток вот такой. Connection. Один метод. Один connection. То есть полностью всё завуалировано внутри. Снаружи никто не видит никаких connection. Конфигурация пула соединений. Конфигурация пула соединений. Вот это конфигурация пула соединений. Которые вам пользоваться нельзя. Использование Gnzi. Фактически автоматическое. Для веба. Там environment. MySQL. Специальный делается с помощью. Для MySQL. В тамкете, в сервере, в конфигурации вставляется специальный код. Который конфигурирует базу данных. Для тамкета. Нам это дело не подходит. Потому что это костылик. То есть стратегия пула соединений. Разработана кем-то. И мы фактически ничего не видим. Что там происходит. Как эти connection берутся. Как они назад возвращаются. То есть вот то, что мы будем делать. Connection pool. Сами. Вот этим пользоваться нельзя. Ну я с удовольствием. Поэтому полностью ее здесь привожу. Могу конечно рассказать все как здесь происходит. Gnzi штука интересная. То есть на самом деле. Ваше приложение имеет полный доступ к своему окружению. К environment. Полный. К базе данных в том числе. Это один из способов достучаться до базы данных. С помощью объекта context. Initial context. Data source может быть не только база данных. А все что угодно. Под Data source пониматься. Данные из любого приложения. Так. Вот это. Не CG здесь. Просто по-моему. А ну здесь MySQL Data Source. Собственная конфигурация. Тоже говорю мы делали со студентами. Properties прочитали. Load. MySQL. И получаем. Что здесь. Create MySQL Data Source. Получили. И на нем. Уже можно делать. Из него извлекать собственно говоря. Connection. В лоб. Просто извлекать. Из этого Data Source. Здесь просто Data Source. А тут. Теперь уровень класса. Вот. Это значит. Что если вам. В пределах. Значит. Вон те Дао. Который. Уровень метода. Вот это Дао сам. Там поля будут только у вас константы. Вон в том Дао. Final static запросы. Вот его можно делать синглтоном. Простым причем. Не потока безопасным. Потому что там поля неизменяемые. Он может быть синглтоном. Понятно. Да. А вот этот. Делать синглтоном. В принципе нельзя. Потому что здесь. Уже connection. Будет фигурировать. Как поле класса. Что это значит. Вообще. Что значит для нас. Если мы где-то используем. Вот какой-то Дао. И мы используем от него. Несколько методов. Вот в какой-то нашей транзакции. К какому-то. Таблице. Или к связывающей таблице. То получается. У нас. Все мы можем делать. На одном connection. Где вы поняли. Все запросы. Будут выполняться. На одном connection. И так. Теперь еще вот такая вещь. По поводу. Формирования. Дао. Куда относить методы. Вот представьте. У нас есть таблица. Студент. У нас есть таблица. Курс. Есть таблица. Отношение. Многие ко многим. Студент. Записанный на курс. То есть. У нас могут быть выборки. Выбрать всех студентов. Записанные на какой-то курс. Или выбрать. Все курсы. На которые записан студент. Например. Вопрос. К какому дао. Это относить. То есть. У нас получается. Третья таблица. К какому дао. Относить. Эти. Запросы. Методы. Есть мысли. Вы меня поняли. Что я хочу. Да. Какие мысли. Создавать свой дао. Или не создавать. Третий. То есть. Есть дао. Студент дао. Есть дао. Курс дао. Два дао есть уже. Ну понимаете. Да. Что нам делать. Создавать третье дао. Или нет. Для той таблицы. Нет. Относить. Вот. Кому больше нужен запрос. К такому дао. Отнести. Выбрать все курсы. На которые записан студент. Ну выбирайте. Наверное. К студенту. Да. В студент дао. Или выбрать всех студентов. Записанных на курс. Возможно. В курс дао. Хотя не факт. Может и к студенту тоже. То есть. Дао. Жестко ориентируем. На саму сущностную таблицу. Связующие таблицы. Вот эти. Где foreign key. Для них дао. Как правило. Не делается. Вообще. Поняли. Да. Но что в любом случае. Вам же информация. Нужна будет. И о студенте. И о курсе. Из сопутствующих таблиц. То есть. Кому больше нужно. Какой таблице. Вот по вашему. Какой больше относите. К такому дао и относите. Так. Уровень класса. Вот. Давайте посмотрим. Здесь я сделал с wrapper. Connection. Типа. Обернутым. То есть. Есть abstract. Дао. У него поле. В wrapper. Connection. Есть. Close. Опять же. Я здесь еще сделал. Механизм. Автоклоуз. И убрал параметризацию. Ну. Хотите комбинировать. Или все сразу. Но будьте добры. Включите мозг. И составляйте для себя сами. Это дело. То есть. Вы поняли. Да. Легких путей. Я вам не предоставляю. Вам придется все-таки. Попрограммировать. Копипастом взять. Майдао. И использовать. Ну. Я старался. Затруднить этот процесс. Конечно. Ну. Где-то получилось. Где-то нет. Абсолютно отвратительный код. Я тоже не могу писать. Не поймутся. Значит. Пишем. Абонент дал. Extends. Абстракт дал. И смотрите. В конструкторе. Абонент дал. Я. Инициализирую в wrapper. Connection. Или беру его из пула. В данном случае. Я вот. Инициализирую. Свой создаю. И. Соответственно. Уже во всех методах. Я просто беру. Statement. Беру. Из. Этого. Connection. То есть. Вы создаете. Один объект дал. И на нем. Вызываете методы. Все методы. Будут работать. На одном. Connection. В рамках транзакции. Это позволит вам. Если вы знаете. Что такие транзакции. Будут. Можно. где-то. Если они с одной таблицей связаны. Или с сопутствующим. Таблицами. Со связанными. Вы можете ограничиться. Одним. Connection. Понятная идея. Ну. И здесь. Соответственно. Видите. Statement. Все. Здесь уже не фигурирует. Закрытие. Вот метод закрытия. Или возвращения. Connection. Он должен быть здесь. И вы его должны. явно вызывать. Abstract down. Close. Да. Не абстракт. Абонент down. На нем вызвать метод. Обязательно. А. Вот. В данном случае. Даже не нужно. Просто. Втрай. С ресурсами. Создавать объект. Абонент down. Примера здесь. Нет. Ну. По поводу. Rapper. Connection. Здесь тоже. Конечно. Код. Сейчас скажу. Почему. Вот. То есть. Получится. При создании. Каждого. Connection. Мне. Каждый раз. Нужно. Будет. Лезть. Полностью. Выполнять. Вот. Этот. Набор действий. Связываться. С ресурс. Бандлом. Получать. Этот. Бандл. Получать. По логину. Оно. В принципе. Да. По другому. Драйвер. Менеджер. Где-то в другом месте. Зарегистрирован. Ой. Драйвер. А вот здесь. Каждый раз. Для этого. Придется. Полностью. Поднимать. Одноразовый. Создавать его. В конструкторе. Вот. Close. Закрытие. Коннекшена. Которые. Используют. Внутренне. Но мы. Я вам покажу. Сегодня. Даже. Скорее всего. Прокси. Коннекшен. И. Можно. Пользоваться. Подобные. Ситуации. Для создания. Коннекшена. Все равно. Перекидывать. На. И. Соответственно. Методы. Прокси. 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 Будет. Здесь. Еще. Добавится. Имплементация. Коннекшен. Что такое. Прокси. Объекта. Поговорим. Позже. Демонстрация. Применения. Вот. Трай. Абонент. Да. Выполнили запросы. Трай. Без. Трай. Трай. Без. Можно. Использовать. Версия. Кстати. Да. По-моему. Практически. Совпадает с той. Что было. Раньше. Но. Тут. Чуть. Изменения. Уровень. Логики. Вот. Это. Посложнее. Здесь. Жестко. Сделано. И. Здесь. Действительно. Новый. Код. То. Что. В. Учебнике. Использовать. Не. Нужно. Потому. Что. Там. Коннекшн. Будет. Фигурировать. В. Бизнес. Логики. Это. Плохо. Здесь. Я. Написал. По-другому. Пример. И. Здесь. Конкретно. Уже. Сколько. Вы. Различных. Да. Не. Использовали. Ситуация. Такая. Что. Коннекшн. У вас. Будет. Один. Единственный. Любые. Да. Каким образом. Это. Делать. Ну. Разницу. Поняли. Да. Потихоньку. Мы идем. Метод. Класс. В. Логика. Сейчас. Посмотрим. Как это делается. Есть. Какой-то. Абстракт. Протект. Коннекшн. Набор. Метод. Сет. Коннекшн. Причем. Метод. Обратите. Внимание. Войт. Вызвать. Его. Слава богу. Вызвать. Его. Снаружи. Пакета. Невозможно. Он не виден. Правильно. Невозможно. Дальше. Я пишу. Абонент. Дау. Абстракт. Дау. Реализация. Методов. Какая-то. Payment. Дау. Абстракт. Дау. Здесь. В общем-то. Уже. Не важно. Вы понимаете. Что. В методах. Будет. Примерно. То же самое. Где. Дау. Уровня. Методов. Будет. Практически. То же самое. Что. И. Там. Смотрим. Payment. Класс. Сущности. Дополняются. Добавляются. Дополнительные. Классы. А. Именно. Тот же. Самый. Вот. Тот. Транзакшн. Хелпер. Назовем его. Так. Он. Имеет. Коннекшн. Инициализирует. В качестве. Поля. И. У него. Есть. Публичный. Метод. Бегин. Транзакшн. Туда. Передается. Список. Дау. От. Одного. До. Сколько. Хочешь. Поняли. Да. Метод. С. Переменным. Числом. Параметров. Один. Должен быть. Обязательно. Потому что. Иначе. Что это такое. Включаем. Автокоммит. False. На. Connection. И. В. Дау. Выполняем. Set. Connection. Вот. Вы. Это. Дау. Выполняем. Для остальных. По. Циклу. Название. Не. Придумал. По. Циклу. Всем. То есть. Во. Все. Загружаем. То есть. Фактически. Вот. Здесь. Вы. Снаружи. Будете. В. Бизнес. Логики. Вызывать. Создавать. Транзакшн. Хелпер. Вызывать. Бегин. Транзакшн. Включает. Сет. Автокоммит. Тру. И. Освобождает. Коннекшн. Ну. Коммит. У меня здесь. Сделал свои. Коммит. Дополнительно. Теперь. Смотрите. Как. Это. Будет. Так. Есть. Какой-то метод. Ду. Ресивер. Сом. Ресивер. Ду. Ресивер. Что. Делаем. На первом этапе. Создаем. Необходимое. Количество. Экземпляров. Дау. У них. Коннекшн. Сейчас. Правильно. Один. Два. Десять. Сколько надо. Дальше. Что. Делаем. И. Инициализируем. Транзакцию. Для объектов. Дау. Создаем. Транзакшн. Хелпер. И. Выполняем. Метод. Begin. Транзакшн. Передаем. От. Одного. До. Сколько хочешь. Поняли. Да. Все. Вот. Это. Begin. Транзакшн. Уже. У. Этих. Дау. Есть. Коннекшн. Значит. Соответственно. Мы. Можем выполнять. Набор. Каких-то методов. И. На. Хелпере. После этого. Вызываем. Коммит. Ну. Или. Ролбэк. Вы. По окончании. Или. Finally. Тут. Вариант. Разный. Транзакшн. Нигде. Коннекшн. Не фигурирует. На уровне логики. Поняли. Я. Вот. В том. Версии. В. Учебнике. Там. Коннекшн. Я получал. На уровне логики. Понимаете. Да. И. Потом. Его. Возвращал. Вот. Это. Неправильно. Не. Нужно. Программеру. Пользователю. Знать. Об этом. Коннекшне. Вообще. Идею. Поняли. Все. Вот. Эту. Версию. Пользовать. Теперь. Осталось. Прокси. Пул. Соединений. Наверное. Тогда. В этом. Случае. Сделаем. Перерывчик. Прокси. Объект. Значит. Мы. С. Вами. Смотрели. Перед этим. Что. Мы. Делали. С. Так. Для. Коннекшна. Может быть. Зачем. Они. Вообще. Нужны. В. Общем. То. Получается. Так. Что. Мы. На самом. Деле. Цель. Такая. Чтобы. Разработчик. Дао. Не. Смог. Создать. Свой. Собственный. Коннекшн. И. Запихнуть. Его. То. Есть. За. За. Сформирование. Коннекшна. В. Пуле. Соединений. Отвечает. Сам. Он. Заполняет. Сказано. 10. Он. Создаст. 10. И. Все. Добавить. Новый. Извне. Попытаться. Мы. Должны. Написать. Код. Так. Чтобы. Это было невозможно. Вот. Такая. У нас цель. Одним. Из. Вариантов. Проблемы. И. В. Принципе. Да. Нормально. Предоставляет. Только. Возможности. Пользоваться. Ими. Методами. Но. Закрыть. Например. Коннекшн. В. 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 возвращать поняли и закрывать их будет только сам пул когда вы будете выгружать приложение специальный метод вызывается который один раз который закроет все с коннекшены пула об этом чуть позже то есть в раппер решает проблему то есть можно избрать эту стратегию опять же в чем тут были последние претензии при защите проектов просто получалось народ следовал единой стратегии работы с пулом из прокси и в итоге все притаскивали похожий пул с похожими прокси коннекшенами и они говорят тут все одинаково то нам не интересно вообще не присылайте оттуда тем не менее оценки это ставят хорошие деваться то некуда но это так сказать с точки зрения вариативности то есть вы можете избрать и эту ситуацию в раппер конечно конечно чем не хуже прокси в чем смысл прокси объекта прокси объекта то ну тот же самый фактически объект но он заодно завернутый но обладает собственно говоря и его собственным же интерфейс но представляет он в общем то другой объект но интерфейс для клиента остается и функциональность класса вообще идентичный интерфейс остается идентичным но объект будет другой он завернутый и он будет выглядеть совершенно естественно как обычный connection со всем его функционалом только часть методов будет работать переопределенная чуть чуть по другому не часто буквально парочка и чтобы он был реальным он будет содержать его в качестве поля чтобы действительно обращаться к его реальному функционалу и ну опять же определенная безопасность базовой реализации из базовый интерфейс у него какой-то метод by subject implement так может имплементить что-то с реализацией а потом прокси появляется он имплементит база интерфейс и содержит этот base object с качестве поля то есть имплементит и это и очень похож получается в этом случае немножко на композит только нету этой вложенности ну и какие-то действия выполняются это общая структура но по этой общей структуре реальное применение вы в общем-то и не увидите можно простое слишком так вот в нашем случае как пусть у нас есть есть некоторые connection пул параметризованный прокси коннекшенами ну и содержит соответственно эти самые прокси connection так вот при возвращении соединения в пол метод ритурн коннекшен т т написать все-таки правильно можно передать только прокси объект то есть если вы создадите вот метод ритурн коннекшен мы должны запретить создать свой собственный connection и передать его туда прокси connection объект прокси который имплементит класс не сможет принять принять внутренний объект поняли не получится никакой возможности вот туда запихнуть то же самое касается и в рактора кстати параметризация здесь совершенно не нужная но у меня написано для того чтобы вы ее убрали просто компилятор не даст вам это сделать так называемые ты wild соединение или дикие соединения то есть созданные разработчиком дау запихнуть в пол не получится опять же можете посмотреть достаточно много где распустится на создание собственного пола соединений и давайте вот в этой ситуации наверное вот следующий раз вы принесете и мы посмотрим чего вы где нароете я скажу подходит не подходит и мы возможно примем к исполнению нет несколько стратегий реализации пула чтобы не было это абсолютно похоже ну и плюс опять же потока безопасность singleton примерно будет описано он тут к сожалению будет у всех очень похожий вот тот же самый connection пул все-таки надо было прокси а небезопасный пул соединений так у нас есть connection пул текст and connection параметризация блокирующая очередь состоящие из этих этих самых ну паблик конструктор тут конечно singleton надо делать и вот get connection release connection и вот здесь спокойно можно засунуть любой connection сюда правильно и он добавит его в назад в собственно говоря в пул спокойно проверка состояние авто комит или этот то есть мы здесь можем в общем то получить вот такую вот нехорошую вещь как какой-то любой connection который сюда придет и этот пул нам не подходит причем не подходит в принципе destroy connection с тоже такой метод принципе вас должен быть и понятно что с роуз интераптит exception и аликс и писать вам нельзя понимаете да ну мне это можно вам нельзя потому что у нас только собственные плюс дирегистрацию драйверов должны сделать теперь давайте посмотрим прокси класс connection туда надо посмотреть по поводу расположения в этих самых смотрите набор необходимых им класс прокси connection и поле коннекшен и поле коннекшен стандартный коннекшен поле приватное обратите внимание единственный конструктор он же не паблик это значит класс то паблик к нему доступ мы должны предоставлять то что прокси коннекшен где-то будет в доу гулять а вот создать там объект прокси коннекшена уже что можно нельзя в другом пакете нельзя все мы уже создавать его запретили то есть кто-то сам создать прокси коннекшен не может его может создавать только пул но что он будет лежать рядом с пулом уже хорошо но нам как-то нужно будет еще защититься от того чтобы не могли вернуть нам этот коннекшен левый public но оборачиваем так как оверрайт create statement там close вот метод close public close чтобы его не закрыли там то есть вернуть его уже нельзя будет просто обычный коннекшен любой метод ссылка прокси коннекшен ссылка на подкласс не может принять объект супер класса правильно ссылка на подкласс не может быть при инициализирован объектом супер класса наоборот да то есть ссылка на прокси коннекшен коннекшен принять не может компилятор не даст теперь нам нужно защититься о том чтобы нам не закрыли это соединение то есть он то получит прокси коннекшен в дал но он может клоузом взять его закрыть нафиг вообще его нет пул у нас что в этом случае начнет терять соединение это плохо правильно то есть мы можем остаться вообще без с пустым пулом что мы делаем метод close он должен быть он паблик потому что он overwrite я не могу паблик убрать а что я сюда вставил connection пул get instance release connection он его засовывает в пул а нам же все-таки нужно его закрыть будет в конце концов а что мы делаем дописываем метод с другим названием опять же видите да не паблик и пишем ему close закрывать то надо но остальные вот обернутые этот но метод в этом случае уже connection безопасным по поводу пула надо подумать как мне здесь рисовать или вообще убрать его отсюда это как то он сюда не пишется скорее всего надо его переносить туда вот эту часть переносить просто в gdbc вот этот пример спору как-то он тут ни к силу ни городу вот этот пример находите да как то так как то так то есть он описывает реальный класс но таковым не реальный объект реального класса но таковым сам не является он является другим объектом также промежуточный который позволяет нас защитить от тех вот явных методов и явных возможностей которые есть реального класса мы их можем замикшировать вот таким вот образом теперь по поводу потока безопасного синглтона получается по поводу потока безопасного синглтона как из этого режима выйти опять еще раз да придется перелистывать потому что здесь f5 работает не в поиск в этот самый но то программка f5 выделяет чего-то надо переделывать синглтон потока безопасность синглтон значит вот этот наш стандартный потока без синглтон который вот этот слайзе инициализации он вообще он даже вам не нужен в общем случае но опять же ошибки статической инициализации если здесь вылетает exception никуда от нас не денутся а у нас как раз при создании объекта возможны exception при создании полусоединения то есть решение белопью нам не подходит вот в данной ситуации но говорю для создания если вы хотите там дау делать синглтонами то ради бога при этом достаточно делать вот обычный синглтон вот такой достаточно для дау потому что там нет неизменяемых полей в нашем же случае у нас есть изменяемые поля и объект еще достаточно сложный сам по себе поэтому нам вот это решение не подходит вот это решение для такого синглтона подходит только в случае если если мы имеем это решение подходит случае если имеем простой объект сам по себе хорошо теперь по поводу локов значит вы уже знаете что такое реинтрандлок что реинтрандлок представляет нам замену механизма синхронизма то есть он сам по себе блокируется методами блокировка разблокировки значит вот наш синглтон правит статик блок импол рентрандлок ну и другие собственно говоря поля у нас будут get instance метод который будет отвечать за создание объекта в принципе здесь вы можете вызывать какие-то методы и ниты чего-то еще нашего объекта но сначала вы блокируете этот объект но здесь тоже не полный его можно использовать на основе его нужно достраивать блокируете вот смотри несколько лет вызывает одновременно get instance пройти может здесь только один правильно проверяет если instance равен null изначально он равен null то тогда создает объект потом finally 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 unlock все нормально вроде бы да так почему мне 2 что не понял еще раз 2 я не слышу просто 2 будет что 2 тоже будет получать блокировку и 3 4 то есть все да вот в это место вот когда нам просто мы будем запрашивать пул соединений мы постоянно будем влетать в этот лог и это на самом деле будет узкое место которое будет тормозить все предложение нам ведь этот лог на самом деле нужен что вот этот механизм конструкция нужно сколько раз за время работы приложения один то есть это значит что вот нужно при старте чтобы это обеспечивалось а дальше потом надо как-то сделать так чтоб весь этот блок мы проходили мимо как его сделать как его обойти а как обойти этот блок вообще ну да есть тут двойная проверка на нал так но тут есть нюанс двойной дабл чек на нал но это фактически считается анти шаблоном для синглтона то есть некоторые опять же и преподаватели и прочие просто на синглтон молятся на синглтоне там типа хорошо пояснять статические методы но на самом деле опять же говорю статическими методами особо не увлекаемся это уже просто а вот здесь да можно сделать проверку на нал вторую но с налом здесь 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 подождите по каким причинам все таки я уже начинаю чуть почему-то забыл почему я тут решил ввести булев скую переменную волатильную давайте-ка мы посмотрим вот 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 это но это тоже самое instance created это локи правильно вот это блок это лог так instance created true вместо провелки на нал я ввел волатильную переменную вам волатая тоже нельзя что тогда можно сюда поставить вместо волатайл буллин атомик буллин так а почему атомик вот здесь лучше чем проверка на нал ну во первых дабл чек на нал оно не очень хорошо и здесь она кстати два раза дважды стоит instance created вообще есть смысл кстати можно и так тоже тоже самый дабл чек можно комбинировать с налом но смотрите чтобы не получил не готовый объект а все ясно почему с налом и почему вот в этом методе месте обязательно instance created дело в том что когда мы оказываемся вот в этом месте то есть на самом деле он еще работает но он не доработал до конца то объект уже в общем то частично готов и он сам по себе уже не нал и вот та проверка на нал оказывается в некоторых случаях может вернуть вам не готовый объект то есть сказать что он не нал и перебросит вас на ретурн и вы можете получить доступ не не совсем готовому объекту где поняли а вот вот эта ситуация она вас ни в коем случае не пустит следующий поток к неготовому объекту пока не будет состояние труп пока объект не будет полностью готов так что вы можете как писать вот здесь проверку объявлять дополнительное поле только атомик буллин и вот здесь такую же проверку либо здесь проверка на нал как вариант разницы не будет никакой но вот здесь проверка на атомик атомик буллин и ну здесь соответственно изменение буллин атомик буллин объект какой изменяемый ну и соответственно понятно что у вас тут будут свои какие-то поля сам пул соединений блокирующая очередь кстати может с точки зрения разнообразия ввести еще один лог у вас опять же по поводу стратегии создания пула во первых может быть одна единственная блокирующая очередь то есть вы раздаете возвращаете но у нас не будет тут средств контроля сколько их там вернулось и в каком они состоянии второй вариант создают две очереди одна очередь свободных вторая занятых то есть ну просто когда вы возвращаете из и удаляете из очереди свободных вы перекидываете в очередь занятых то есть у вас все соединение ну ссылка она туда отправилась но ссылка будет еще из вашего пула и на занятое соединение и вы время от времени эту очередь можете контролить по поводу состояния ну и соответственно они у вас обе рядом это тоже стратегия опять же использование блокинг you разрешено разрешено еще один вариант вы можете использовать эридек в качестве очереди то есть не блокирующую очередь но соответственно раздачу и возвращение добавить еще дополнительный reintrant lock который будет контролировать выдачу и возвращение очень рекомендую такое сделать потому что народ как-то ломится все наконец-то дорываются после вот этой задания дорываются до блокирующих очередей вот которые вам сейчас запрещены и начинают туда пихать а он получается решение а так у вас есть возможность в общем-то будет поговорить и про эридек почему эридек и что это такое чуть-чуть его изучить получше ну что блокирующий очередь это take и put и все больше ничего нет take put take put ничего закрывать не надо вообще делать ничего а так вы lock unlock на извлечение возвращение сделаете можно с таймаутом там извлечение еще сделать то есть если не выдается то бросать exception например какой-то какое-то время то есть там уже какую-то стратегию изменить то есть стратегии создания пола существует очень много очень разных поэтому очень рекомендую поискать посмотреть и мы потом в общем то опять же на следующем задании все-таки практика будет уже а первых смотреть ваше буду задание ногу по точности а вторых посмотрим найденные вами полы и возможно даже некоторые варианты обсудим вот таким образом публично то есть поковыряйте то есть у вас элемент исследовательской работы где кто чего надо будет исследовательская до пошариться где-то и найти смысл в этом есть то есть есть смысл внести разнообразие вы тогда будете хорошо этот пул понимать потому что оказывается такая вещь что действительно у всех одинаковый некоторых что-то не получалось драли друг у друга а потом нормально еще объяснить не можете а на самом деле вот как отмечают принимающие люди пул соединения это одна из самых так сказать сложных вещей вашем проекте то есть это не моя фраза это не я придумал то не ну для вас будут и другие сложные вещи у вас то это не получается то то не работает это вы фильтр вебовский у наследуете от от логгеровского фильтра и приходит потом говорит что фильтр не работает в вебе у меня смотрю за создаю фильтр у меня работает у него нет ну то же самое нет он сидит врусный чувак лаби ну я начинаю опять же понятно начинать он смотреть импорты вижу фильтр из log4g чудесно и он пытается там делать там такой же метод реализовал все нормально но не работает то есть вы волшебники еще те это не далее вот в этой группе восьмой предыдущей не так давно я надолго это запомню не работающий фильтр чтоб его разорвало на мелкие кусочки этого чувака ну с другой стороны да я должен быть горд я нашел же ошибку ну моя работа находить ваши косяки исправлять и этот самый ну поставляйтесь но опять же на меня каждая группа вышла тоже чем-то удивляли уже да чего я не видел было не было было по-моему так значит с этим в общем то поняли а еще есть защита синглтона от клонирования значит смотрите по поводу синглтона во первых от reflection api там можно создавать объект если вы синглтон но у вас такая вещь не очень получится потому что все таки get instance за ним делается то есть вот эту вещь сам поле но же синглтон сам поле его сделать файл полем вот это хорошая защита от reflection api но если выполнить в общем то клонирование то это не поможет то есть ну самое и это в общем то одна из один из вопросов в списке вопросов как создать второй экземпляр синглтона значит просто там типа класс лодером с помощью класс лодером она спокойно создать принципе за второй объект но если у вас здесь файл то вот это может не получиться у него еще один вариант это с помощью клонирования защита от клонирования его можно просто запретить если instance при попытке вызова метода клоун во первых желательно фобсе синглтон делать естественно файл классом ну там приват конструктор но не суть важно так значит instance делаете если instance не равен не равен сразу бросаете клон support.exception все в любом случае любая попытка клонирования существующего объекта бросает exception поняли а это ну чтоб оно было уже вызов базового метода тут фигурирует ну от помощи reflection еще в конструктор класса синглтона надо добавить еще такое если instance не равен но в конструкторе то generate exception такое тоже можно то есть есть варианты защиты так что же еще вам сколько сегодня рассказать а в принципе да хоть веб начинай контрол